Всем привет, друзья! Меня зовут Матвей Северянин. Раньше меня знали под замечательным никнеймом Panda, именно поэтому я сегодня вот в таком непристойном виде. Окей, ребят, свежие идеи для вашего YouTube-канала. Дело в том, что каждому из нас, так или иначе, иногда, ну, нужны свежие идеи, нужно что-то новое, что можно придумать, что можно сделать, как можно продвинуть свой канал, или вообще, чем можно на канале снимать. Я сделаю серию роликов, потому что раньше они довольно неплохо набирали с идеями для канала, то есть с теми идеями, которые можно реализовывать. Рассказывать буду коротко, вы старайтесь зацепиться, если вам нравится эта идея, ну, или просто смотрите, если никакая не подойдет, посмотрите, следующий выпуск, там будут еще идеи. И предлагайте свои идеи в комментариях, автор лучшей и самой интересной идеи, которая мне понравится, получит вот такую книжку, мою книжку, как заработать в интернете, она называется, я даже ее подпишу, отправим вам. Единственное, я сразу скажу маленький такой, маленький нюанс, мы по России отправим ее бесплатно, но если это какая-то другая страна, то доставка будет с вас. Просто мы недавно в Чехию отправили, это стоило полторы тысячи рублей. Окей, 7 свежих идей для YouTube каналов, поехали. Идея номер 1. Может быть, видели на YouTube был ролик, как пожарные тушат пожар, то есть там GoPro на голове у человека, он первого лица тушит пожар. Очень интересно, если у вас необычная профессия, но при этом ее можно снимать, рекомендую, интересная, хорошая, грамотная идея. Еще одна идея. Устроиться на работу в какое-нибудь заведение, например, в McDonald's и постараться на спор с другом, кого быстрее оттуда уволят. То есть делать какие-то бешеные вещи, это отлично зайдет. Это довольно популярный формат, но довольно сложный в реализации. То есть устраиваться на работу в разные места и ждать, когда тебя уволят. Естественно, про работу можно много еще всего придумать. Работая в интересных, необычных местах, можно что-то снимать. Но в то же время, да, если у вас задача как можно быстрее уволиться, это довольно интересно. Это у людей реально вызывает такое, ну, большое внимание аудитории вам обеспечено. Прокачка себя. Любой момент, когда вы растете как-то над собой и можете это продемонстрировать, очень круто работает. Не очень хорошо работает с деньгами. Почему? Потому что если вы говорите, я буду зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, многие люди будут вам не верить. Но если вы, например, решили набрать мышечную массу, набрать 15 килограмм за 3 месяца, это, кстати, вполне реально, то, естественно, или сбросить, да. Естественно, на YouTube это легко снимать, вот до, вот после и так далее. Хорошая схема и позволяет дополнительно не только добиться своей цели, но и заработать каких-то денег на YouTube или каких-то первых зрителей на видео. Еще одна очень прикольная схема, не очень распространен этот формат в России, хотя на телевидении пользуется большой популярностью, это формат тайного покупателя. То есть, когда вы приходите и делаете какую-то оценку. Честное слово, как путешественник скажу, что очень не хватает отзывов, например, об отелях. Поэтому я бы с удовольствием смотрел канал чувака, который приходит и снимает отели в разных городах России, мира и так далее. Потому что, ну, бывает сложно выбрать, а видео может в этом помочь. Понятное дело, что есть какой-то лимит, да, то есть, ну, невозможно каждый день там снимать отели, но, тем не менее, идея довольно неплохая. Еще одна хорошая идея, что-то уничтожить, разбить, сломать и так далее. Ну, довольно популярно, да, там засунуть iPhone в микроволновку, засунуть в стиральную машину, разбить. Ну, люди это смотрят. Почему? Я не знаю, я такой не знаю. Но люди это смотрят, это популярный формат. Еще один популярный формат делать что-то шаг за шагом. У меня был друг, который изготавливал шаманский бубен. Это было безумно интересно со стороны, но он не снимал это на YouTube. Если бы он это снимал, было бы прикольно. Есть куча каналов, например, Primitive Technology, да, где человек шаг за шагом делает какой-нибудь шалаш. И все смотрят, боже мой, это же шалаш, как здорово. То есть, ну, интересный, прикольный формат что-то делать руками и показывать, как это делается по шагам. Еще один интересный формат, нычки, заначки, как спрятать деньги в квартире. Или еще один довольно интересный формат, это делать заначки в каких-то городах. Были такие каналы, которые там закладывали бутылки с кладом, или там просто учились что-то где-то прятать. Довольно интересно, тем более, что сейчас огромное количество устройств разных, фишек, которые можно нам так или иначе прятать, геолокацию использовать и так далее. Окей, ребят, вот такие идеи. Если нужна какая-то помощь по YouTube, соответственно, пишем вы личные сообщения. Если хотите выиграть книжку, пишите интересную идею в комментариях. Ну и вообще пишите свои идеи, потому что реально кому-то они могут пригодиться. Следующий ролик с идеями, боже мой, выйдет совсем скоро. Подписывайтесь на канал, не нужно на монтаже вырезать его. Пусть будет, это смешно. Я даже еще раз так сделаю. Всем удачи, счастья, здоровья. Спасибо, что посмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok